Трасса 101 Приветствую! В эфире Трасса 101. Я Владимир Сметанин. В путь! Московские власти продолжают размышлять, как решить проблему автомобильных пробок. Одна из идей – улучшить качество обслуживания на общественном транспорте, чтобы водители отказались в пользу него от личных машин. Из уст чиновников звучат и предложения о строительстве новых обогреваемых остановок и о закупке более комфортного транспорта с бесплатным интернетом и о создании приложений для мобильных телефонов, которые позволят пассажирам точно знать, когда подъедет автобус или троллейбус. А при каких условиях кировские автолюбители пересели бы на общественный транспорт? Я, наверное, не отказался бы от своего транспорта, потому что я не вижу преимущества общественного транспорта. Откажусь от машины, наверное, в единственном случае, когда наши нефтяники в корень обнаглеют, и цена за бензин будет на около 100 рублей за литр. Я буду вынужден отказаться от автомобиля, это если его поломка или, не дай боже, еще что-нибудь похуже. Невозможно ни при каких условиях не откажусь от своего автомобиля. Так ты бы, конечно, стал ездить на городском транспорте, если бы адекватно ходили бы маршруты вовремя, по расписанию, в автобусах было бы удобно, комфортно ездить, не было никакой толкучки. С наступлением нового года бензин снова подорожает, что обусловлено ростом акцизов. Некоторые эксперты прогнозируют, топливо подскочит в цене сразу на 2-3 рубля. Кстати, в начале декабря немного снизилась оптовая стоимость горючего. Однако на розничных ценах это никак не сказалось. ТРАССА 101 Россияне в большинстве своем по-прежнему не доверяют АвтоВАЗу. Согласно опросу, почти 57% наших соотечественников уверены, что после перехода Тольяттинского завода под контроль альянса Рено-Ниссан качество его продукции не улучшится. 43% респондентов высказали противоположную точку зрения. Напомню, что в прошлый вторник иностранцы получили 75% акций АвтоВАЗа. Как известно, движение у нас правостороннее. Что чувствует автомобилист, попавший в страну, где принято ездить по левой полосе, узнаем у коммерческого директора Теледвакиров Андрея Кутьева. Я отважился на отдыхе в стране, где все наоборот, как у нас, взять машину в аренду и покататься. Это был Кипр, Митюбиши Ланс. Я не рискнув, взял механику, потому что переключать передачи левой рукой я не пробовал. Все наоборот. И вместо поворотника включаешь дворники, вместо дворника включаешь поворотники. И поворачиваешь сразу же не на свою, а на встречную полосу в первом же повороте. Вот это очень интересно. Я думал, что потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к этому движению. Но на самом деле первые два часа это полный экстрим. Но затем это оказалось очень быстро и легко воспринимаемым. Обратная ситуация, приезжаешь домой и все повторяется наоборот. Прощаюсь до завтра. Соблюдайте дистанцию. Пока. Трасса 101